Проводили исследования писателей-фантастов, 100-200 лет назад, которые писали, что из этого вы оплатили в реальность. И сейчас смотрите научную фантастику, там смартфоны в шутере, в головной руке, это уже как вы видели в фильмах. Туда оно и движется все. Девять базовых направлений стратегического планирования. Это, соответственно, по порядку департаментов большой компании, производственных департаментов, маркетинговые с продажами, финансы, IT, логистика. По каждому из этих направлений необходимо продумать стратегию развития. Еще немножечко про тренды. Вот последний год 2010-й. Замедление экономики продолжается, я уже сказал. С 2009 года в четыре раза подорожали акции компаний США, а прибыль осталась в том же уровне. С пузырь растет. Все макроэкономисты прогнозируют, что там хорошо, но он не лопается, потому что от него зависит вся страна. Пока фантиму не надо наводить в этом смысле, но это направление двигается. И, кстати, наследие 2010-х, это я в 2014-2016 году рассказывал о таких же аудиториях, продолжается. Наследие 2010-х. Теперь, где мы можем поработать, чтобы заработать что-то? Я показываю вам наследие санкций 2014 года. Многие из наших предпринимателей поднялись. Я месяц назад был в Тепкалинске и развивательский человек, который производит сыры. И вот он как раз на волне того, чтобы сыры были запущены, поднялся и в удовольствие сюда и продает их. И мы с ним обсуждали, как развивать этот шейф, потому что он не успевает свою продукцию производить, потому что ее проскупают. Это вот один из трендов, который необходимо использовать. Дальше. Что? Они уже зашли на рынок, они уже на рынке. Теперь попробуй. У них торговая точка в Казачке, у них торговая точка, например, в Майском рынке. Если у нас много интересного, договорятся на прямой или в Казачке? Договорятся, да. Но это уже будет, смотрите, это уже будет игра на равных. Ну, в смысле того, что у них есть торговые точки, у них есть свои клиенты, которые любят, там, кто-то патриот, кто-то любит сделанное не искусственное, а естественное. С директом и захода, с хорошими словами. Да, и в Казачке. Теперь, смотрите, что делают, например, европейские государства. И наши тоже, для сельхозпроизводителей. Они датируют, то есть есть некие дотации. Вполне возможно, и я сейчас включил слайд, сегодня в 11 часов здесь было Министерство экономики и администрация города Омска. И они нам рассказывали про то, как мы можем получать предпринимательную дотацию для нашего бизнеса. Я тоже этот слайд покажу. То есть это будет дотация, если необходимо, я думаю, что это возможно. Программа импортозамещения, которая была объявлена несколько лет назад, работала криво, но она все-таки работала. Сейчас они ее выправляют тоже. Если у вас есть какой-то производство, и вы можете попадать под импортозамещение, вам могут дать субсити, вам могут дать какие-то преференции. У вас есть возможность получать там на развитие льготные кредиты, льготные гранты, льготную аренду. В том числе это помогает импортозам. Вот здесь написана программа, что необходимо снизить зависимость. Например, у нас лекарство производилось 40%, а задача стоит к 2020 году 85%. То есть если... кто производитель? Есть производитель? Да. У вас попадаете под импортозамещение или нет? Нет. Не попадаете. Одним из способов развития вашего бизнеса, потому что рынок сжимается, вы можете рассмотреть открытие новой производственной линии с новым продуктом. И тут вот я рекомендую на основании этих знаний посмотреть в сторону импортозамещения. Может быть, вот вы думаете, открыть новую линию производственную, но чтобы сразу же открывать дело, открывайте то, что можете импортозамещение. Вот и моя рекомендация. И, может быть, это будет вам в подмогу. Так, еще в 20-60-х годах проекты были эти приняты. Ну, они были в базе 2018 года подтверждены. Но это то, что работает. Я говорю вам, большие такие крупные мазки показывают. Но конкретно я занимаюсь, вот видите, малое и среднее предпринимательство. Это национальный проект. И на базе этого национального проекта. То есть я сейчас вот про все остальные не буду рассказывать. Я знаю, что там история очень похожа на базе поддержки малого и среднего предпринимательства. Существует программа популяризации предпринимательства. Кто-то слышал про это? Есть такие люди. На эту программу выделены деньги. Выделены деньги, во-первых, на обучение. Во-вторых, на финансовую поддержку. В-третьих, на экспертную поддержку консультативную. Ну и что из этого еще там сопутствует? Это работает. И мы обсуждаем здесь с Минэкономикой. И мы обсуждаем здесь. Вот я думал, хорошо было бы совместить эти два мероприятия. Потому что они нам рассказывали про это. Я сейчас покажу этот слайд, который они показали. И мы очень долго 2,5-6 людей сшотировали. Наши предприниматели прямо на них конкретно вопросами наехали. Потому что Минэкономики, у них есть деньги. У них реально есть 4 миллиона, которые они могут выдать на грант. Но они не могут это сделать, потому что предприниматели приносят документацию не до конца правильной опороны. Есть правило там. Ну условно, кого-то отправили, потому что у него 2 раза была страница номер 11 в документации. Это мелочь, ерунда. Предприниматель возмущается. Ну что же это такое? Но там, где прокуратура проверяет их, если там с ошибкой, на какую ссылку страница и так далее. Либо отправили, потому что там 30 копеек недоплатного налога. Тоже мелочь. И мы предложили в следующий раз, давайте пособеремся вместе с налоговой. А то у нас очень много вопросов к налоговой. И в феврале мы планируем очередную встречу. Скажите, кому интересно, приходите, мы вас зовем. У вас есть возможность задать вопросы министрам, руководителям налогового комитета. Они все здесь находятся, в этом зале. И вам уже где? А? Программа не. Программа еще в этом. Вы даже проходите туда, подойдите. Приглашайте. Конечно. Во-первых, и мы тоже говорили о том, что людям нужно. А как они узнают? Как вы узнаете? Я составлю в опоре России. Меня информируют опоры. Я могу сказать, вступайте в опоры? Да. Можете сказать. Я тоже вступаю в опоры. Где, куда. Приходите. Как вступить в опору России? Вступить в опору России. Наш исполнительный директорат находится здесь, в IT-парке. Там три документа надо подать. Там, типа, копии паспорта, заявления, чего-то еще, макеты. Пять тысяч рублей в год. Вот это все. Опору России федеральная компания, которая объединяет как понимателей. У нас есть чат, в котором мы сбрасываем всю эту информацию, рассылка. И мы делимся друг с другом разными всякими новостями. А кто встречался? Вот пришли пожарные инспекции. Кто с этим встречался? И там сразу ребята отвечают. Ну так и так. Не торопись, делать это надо, делать это. Ну, в общем, мы друг друга поддерживаем. Мы очень рады будем вас видеть в наших рядах. Люди, встречающиеся с блоками, с какими-то среди министерств, приходят. И мы на основании общего письма отправляем. У нас наши люди в общественных советах города, в министерствах всех состоят. Мы поддерживаем их. Добро пожаловать. Это первое. Второе. В министерстве экономики есть сайт, на котором написаны все эти программы. Вот там есть сайт. И смешно было сегодня. Дорожество. Это была шла, Александр. Смешно было, потому что она говорит. Вот надо заходить не на новый сайт, а на старый сайт. Потому что на новом сайте вы не найдете. А на старом есть красный квадратик. Я сейчас уже старый на старом не нашла красный квадратик. Вот так и так. И потом мы после получасовой дискуссии мы смешали, что это переходный период. Но этот переходный период длится уже несколько лет. Как нам другой предприниматель сказал, я два года назад. В этом переходном периоде там не мог найти ничего. Не мое дело критиковать сотрудники или еще что-то. Но есть, у них там тоже есть информация. Теперь вы еще находитесь здесь в IT-парке. На втором этаже находится фонд поддержки предпринимательства. И мы работаем с ним активно. И поэтому в том числе у вас сегодня бесплатные мероприятия. Потому что он поддерживает. И они отправляют на выставки. Я собирал, например, осенью. Кто хочет поехать на выставку бесплатно, вас отвезут туда. Поехали. Обратитесь. Я вас заведу в нужный кабинет. Столько? А? Выставка. Где хотите? В смысле? У них есть... Вот у вас есть возможность сказать, что... Мы в Москву отвозили людей. В Новосибирск. В Казань, по-моему. Или Уфу. Ну вот выставка импортозамещения. Выставка франшиз. Выставка еще какая-то. То есть вам сейчас есть возможность вкладать заявку. Они включат в перечень этот. И только вот если они включат, тогда вы сможете туда попасть. Если вы придете за месяц, скажете, я хочу через месяц выставка, они скажут, у нас какие-то списки. А списки утверждает Москва. А Москва там три месяца, здесь два месяца, там совещание, тут и так далее. Поэтому сейчас надо подумать. Кому интересно, то есть, как бы, контакты. Напишите мне в электронной почте, я вас перенаправлю в человеку, который вам даст какую-то консультацию. Они открыты. И реально помогают. Вот, вот, если... Найдите здесь свою национальную программу. Узнайте. Потому что ряд мер поддержки дает Министерство экономики по предпринимателям. По науке, например, другое министерство дает. По промышленности третье. И так далее. То есть, вам нужно обратиться в соответствующие ведомства. У них это все есть. Правда, мы не знаем, какой кабинет. Но вы же предприниматели. Да, найдете какой кабинет, вам открыть дверь. Еще раз, можно через фонд. А них делает полное дело, мой бизнес. В Омске пока это работает очень плохо. Но я надеюсь, в следующем году хотя бы как-то работал. Но это вот принцип одного окна, где они все должны объединиться и дать вам поддержку, какую вы хотите. Вот так. Такая задумка. Это, я вам говорю, мысли государства. Понятно, что все криво. Понятно, что очень много нюансов. И вот на факторах успеха, когда у меня было здесь 31 октября. Были ли есть люди, кто был 31 октября? Вот, Дмитрий, я как раз про вас сейчас вспомнил. Как вы начали с Национальным банком. У меня выступал Банк России здесь. И Дмитрий задал там пару вопросов. Как говорится, мне брофил в глаз. Ну, а чего они? Они не смогли ничего ответить. Потому что они зарегламентированы своими правилами, регламентами и так далее. А рядом предпринимателям приходится наталкиваться на них каждый день. А потом кормить людей еще надо платить за аренды и так далее. И все это. А время идет, денежные карты. Но сдвигаемость машины большая. Но с помощью таких организаций, как ОПОР, Россия, Российский Союз, предприниматели и так далее. Торговая промышленная палата, ну, что-то там двигается, что-то помогает. Если вам нужно на выставки в зарубежье, торговая промышленная палата. Они помогают, везут. Вам надо оплатить билеты и проживание. А все остальное... Или ОПОРа России. ОПОРа России не везет на выставки. Не везет. Куда? Скажите. Мы работаем с китайским инкубатором, да. Ну, там определенное приборное направление. А ТПП работает там, может, в любую страну мира, где быстро кто-нибудь по плану идёт. Ну, то есть... Короче, есть поддержка. Используйте нас в проекте. Следующий момент, который я хотел уточнить. Почему у нас... Следующее направление это экспорт. Почему экспорт? Во-первых, потому что к 14-му году курс упал и нам стало всем хорошо. В смысле, производителям продавать зарубежь. Вот так я сказал. Во-вторых, вот доля России в мировой экономике. Вот это 1,8. По некоторым данным 3%. Ну, представьте себе, что вся экономика России меньше, чем экономика Ситибанка. Американского Ситибанка. Вот. Вся экономика России. Поэтому нам есть куда двигаться, есть куда расти. Если вы можете направление экспорта взять, вилитель. Тем более, что у нас есть подъемные, типа ТПП помогает. Я сам знаю. Российский экспортный центр есть у нас тоже, который помогает это делать. То есть это еще одно направление, которое стоит брать. Дальше. А, ну вот сейчас же такая фишка, как франшизы пошли, да? Прям модные-модные. Были на франшизах 2 дня назад? В Берии нет. Что? Я там не был. Как же вопрос? Что там? Полезно, не полезно? Вчера была. Вода? Вчера, короче, была. Вчера была. Вчера был один из Битрикс. Вместе с ITB.com они сделали. Ну, понятно. Очень много еще у нас мероприятий проходит по старому, такому, советскому методу, когда просто говорящая голова дежурные какие-то фразы. Ну, значит, я не жалею, что я не попал. Спасибо. Но... Не, ну там это фасольный метр был. Плохо. Ну, были, конечно, яркие моменты. В мире 3 миллиона франшиз, в России всего 1 тысяча. Ну, это такие данные. Они, конечно, не в этом году, в прошлом году, но не сильно там поменялось. Поэтому сейчас 2 франшиз будет. Готовьтесь, у меня... Он уже идет. Он уже идет, да. Ну, еще будет. Эта волна еще будет. Да, еще и как идет. Все в сердце. Да, и прям все сейчас бросились по франшизе. Конечно. Я не мог даже об этом говорить. Если хотите, тоже бросайтесь. Вы же думаете. Там проблема большая, потому что бизнес-процесс у меня цифровный, дает то, что по факту не работает. Да, да, да. И об этом я скажу. Сначала нужно разбираться в цифрах, а потом уже... Сначала нужно строить весь бизнес, чтобы он работал в качественный механизм. Нет, я имею в виду, тот человек, который покупает франшизу, должен понимать, как проверить франшизу на прибыльность. Потому что он может купить, а там будет бизнес-процесса не построена. Ну, вот я и говорю, посоль мне очень понравилось. И действительно, я бы сказал, что у нас был бизнес-завтрак, и как раз приезжал из Казани человек, который продает франшизу. Я сейчас не помню его имя. Но вот он рассказывал, что упаковщиков франшиз 10% нормальных, те, которые упаковывают так, что можно взять и делать. У остальных очень много недочетов, очень много недоработок. Если вы покупаете франшизу с недоработками, то ничего крутного не будет дальше. Итак, размеры по российской экономике мы увидели. 3%, не больше 2%. Еще в 2016 году были эти три направления. Направление экспорта, оно и так до сих пор осталось поддерживаться. И я рекомендую направление атомной промышленности, оно развивается вешенными стендами. Я не знаю, можете ли вы как-то быть причастными к этой отрасли, но если да, то призначу в тренде. Потому что энергетика, энергетика всегда должна будет. И оборонка за то, что берет деньги. Но, наоборот, сейчас вроде как хотят комбинистерить. Нет, они хотят коктюль идти вместе с Англией. Как сказать, это было? Перенаправление. Ну да, вы поняли. Но все равно, их будут загружать и дальше. Теперь вот такая фраза. В большинстве от вас есть спрос, но он не фронтальный. То есть он не фронтом идет, он блуждающий. Где-то нашел, надо быстрее удовлетворить. Следующий чат может быть в другом месте, в другое время. Надо их вылаживать сейчас, потому что фронтальный спрос закончился. Из-за того, что закончился рост такой. Постоянный. Вот про франшизы, да, тоже касается. Закрытие организации в связи с неэффективным менеджером. За время роста выросли некоторые организации, которые не научились управлять ими. Руководство не научилось управлять нормально. И в итоге получилось, что менеджмент сейчас не справляется в условиях стагнации, в условиях заведения роста. И многие организации сейчас будут закрываться. И это еще один важный тренд. Вам важно поймать эти моменты, когда организации закрываются, и захватить этих клиентов от этих организаций. И ключевой посыл, с которым я хочу, чтобы вы ушли на рынке малого бизнеса, заключается в следующем, что ваш рост в дальнейшем, в течение 20-го года, ну и дальше чуть-чуть, возможен, если вы будете собирать клиентов с ваших конкурентов. Те, которые закрываются, не успевают, не расправляются. Это ключевой посыл для малого бизнеса. Ну, их несколько, вот это один из ключевых посылов. Это вы сможете сделать, если, и я уже говорил об этом, вы будете диджитализировать свой бизнес. Ну, то есть, у вас должна быть оцифрована сериальная система, у вас должна быть оцифрована какие-то процессы, бизнес-процессы, у вас должна быть платформа в цифре, и я наконец-то буду с инстаграмом погружиться, чтобы мне тоже был быть диджитал. И это меня тоже, видите, касается. Поэтому, ну, это второй тренд. Там еще есть кое-что, что я сейчас скажу. Тренды 19-го года. Большое количество компаний сворачивают долгосрочное планирование и переходят в стратегии коротких перебежек. Стратегические сессии начали проводить раз в полгода и с горизонтом один год. Потом они немножко гарантируют, и это прямо модно стало. Есть ли у вас стратегическое видение на один-два года? Это важно. Сейчас, наверное, важнее, чем стратегическое видение на пять лет, на десять. Но вот эту цель тоже нельзя упускать из меня. Большинство растущих российских компаний, упираясь по тому поддержку особенного спроса своих целевых аудиторий. Важное замечание, оно основано вот на чем. Это данные RBCROM. Они составили этот график. Темп роста реальных доходов населения. 12-й год, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й. То есть вот после 14-го года оно пошло вниз, потом пошло вверх. И сейчас оно болтается вот здесь. Это варианты развития. Может сюда пойдет, а может и сюда. В 20-м, 21-м году. Не буду комментировать, потому что есть два, всегда в прогнозной науке, есть два типа развития событий. Оптимистический и пессимистический. Вот они, здесь два типа. Но тут тоже есть оптимистический и пессимистический тип курса доллара на труппе. Коллеги, вот надо понимать, что рост реальных доходов снизился, и нет никаких предпосылок к тому, что они будут расти эти доходы. А про рост, так и по данным. Тем не менее, курьерки уже в начале года не справляются с фотостанами. Да. Ну, потому что, почему? Потому что люди дигитализируются, они начинают заказывать все больше через интернет. То есть это идет влона такая инерционная. Мы больше покупали в магазинах, теперь переходим туда. Но это просто в магазинах стали меньше зарабатывать. А в декабре традиционно реализация бюджетов, подарки или еще что-то. То есть есть какие-то технологические объяснения. И потом, да, хочу сказать, что общий рост экономики замедляется, платежеспособность замедляется, но есть такие очаговые отраслевые направления, как я говорил, атомная промышленность, экспортная промышленность, какие-то там отдельные производства, IT и вот то, что я перечитал. Еще. Курьерская служба вот в этом направлении хорошо. В основном не все, да, курьеры. Некоторые не справляются с этим. Какой-то перегрузит у кого-то. Может быть и задумка насчет того. А вот. Да, коллеги, здесь какие-то мысли высказываетесь, тоже говорите, потому что это очень важно. Я тоже не могу всего видеть, что-то вы действительно как-то... А это в вашем? В вашем институте? А у меня есть ссылки, вот данные АРБ-ПРО. АРБ-ПРО, еще раз говорю, это институт тренинга, который в Санкт-Петербурге уже много лет занимается базовыми стратегиями. Если вы напишите, напишите базовые стратегии 2020, вы увидите там Сергея Макшанова и АРБ-ФРО института тоже. Я ссылаюсь на них. То есть я сам не исследователь этого вопроса и не работаю в Банке России, чтобы там... Поэтому я могу быть так. Ну и второй аргумент. Данные Маккблэса, все эти баллы, эти азоны, они как-то растут. Растут. Не падают. Да, правильно. Но везде цены низкие. Азоны-то санкт-проект, наверное. И будут расти. А ларьки будут закрываться. И со временем. Я был в районах области на прошлой неделе. Весь север объездил. Усть-Ишим, Теврис, Знаменка, Таара, Калинск. И мы разговаривали тоже, что к ним в районы заходят, варивают. И мы говорили на тему, когда к ним заходил магнит с пятерочкой, местные предприниматели чего делали? Они начали за голову хвататься, а надо было чуть раньше хвататься за голову. А когда уже там шкулетка зашел, надо же думать, что и федералы придут. Варьберис пришел в районы тоже и продает, и прекрасно организует доставку туда. Те предприниматели, которые стоят на рынках, имеют магазины, сейчас ко мне подходили и спрашивали, что делать? Я говорю, открывайте варьберис в своем районе, или там конкурентную какую-то компанию. Сейчас есть возможность. Потому что вместе с доставкой и варьберис будет еще доставка другого обязательно, и не в этот магазин. Объединяйте, сделайте что-нибудь, но не сидите на месте. А люди же думают, да, инерция очень большая. Большинство растущих компаний уперлись к одному платежеспособности этого спроса. Но, опять же, есть же у Японских зарплаты по 200-300 тысяч рублей, которые заказывают какие-то вещи. Я знаю людей, которые столько получают. Я знаю людей, которые 15 тысяч получают. И 14 тысяч. Я не говорю, что это разное. Экономика не расцветрость заметился. И еще обострять кадровый вопрос. Еще одна тенденция. Мы в демографической яме 90-х годов. Сейчас она у нас циклически возвращается. Потому что то поколение, которое было рождаемо с пониженность, сейчас они выходят на работу. Поэтому нам трудно найти кого-то. Более-менее... А вы задумывали про то, что возврат к вам, что у нас разворачивается к нам, к стране, к вам? Я не слышал. А откуда ветер дует? В смысле? Нет, надо заниматься. Что это? Это правительственная программа. Ну это такие, так скажем, тайные знания. О том, что будет государство обладать условно всем и будет перераспределять. Мне недавно кто-то в соцсети написал, мы поехали на съезд всех, возводим СССР. Я не знаю, я такие вещи не читаю. Не-не, с финансовой точки зрения. Я вам скажу больше. В 90-е годы мы, как страна, приняли экономическую модель Запада. Американскую. И это была наша ошибка. Это была ошибка. И теперь мы хотят вернуть. А лучше бы мы приняли экономическую модель Азии. В Азии, будь то Китай, будь то Корея, ну Корея в меньшей степени, Сингапур. И все эти азиатские тигры, у них идет симбиоз государственной экономики и частного капитала. То есть, я вам говорил, ядро современного шестого технологического цикла, это что? Ну, би, нано, био, айти и когнитивные технологии. Скажите, у кого есть деньги на науку? Только у государства. У кого есть деньги на медицину, на здравоохранение? Только государственные деньги. Ну нет, есть частные какие-то, но вы понимаете, что их доля частных медицинских клиник, доля частных научно-социативных циатров достаточно маленькие, а по-своему, не с общей массой. У кого есть деньги на когнитивные разработки, на внедрение образования на соцсети отстают? Айти-сфера, это тоже очень деньгоемкая такая отрасль, в которой надо оборудование столько стоит. Так, пожалуй, айтишники, наверное, первые, частному бизнесу. Так вот, если мы смотрим, что и нано, и био, и когнитивка, они доступны государству, то и государственные деньги там и определяются, определяющие. И мысль о том, что государственное влияние на экономию увеличивается, аналогично, потому что эти отрасли частному бизнесу просто так не больны. Другой вопрос, как государство будет распоряжаться этими, какими правилами, регламентами, какими коррупционными, некоррупционными методами они будут пользоваться, это другая история. Но то, что государственная роль возрастает, да, и это справедливо в современном мире. Цитаты предпринимателей. Данные РФППРО, опять же, в регионе я уже лидер, что дальше? То есть у людей возникает вопрос, что делать дальше? Многие уже достигли каких-то высоток. Мой продукт жизнь везде, но появляются более дешевые аналоги. Рынок захватывается государством, и платформами типа, мы уже говорили Яндекс, Майл.ру и так далее. Что делать? Ну, разоряются же, да, различные компании, благодаря тому, что это таксомоторг и судьба, потому что зашли агрегаторы. Большинство растущих компаний нас отжимают, это время и крупные поставщики, и крупные клиенты. Вот это интересный момент, кто попадает, вы идите скип, вонятят, потому что вас зажим все равно съедят. Ну, если вы видите, что вы туда, вы хотите крупного клиента, и у вас есть крупный поставщик, рано или поздно они начнут напрямую работать, просто новым. Переключайтесь на другие рельсы. Диверсификация по вертикали это часто может быть нереальной вещью, это когда вы пытаетесь организоваться по вертикали технологические цепочки. новые технологии проходят мимо, это как раз про диджитализацию. Нам надо идти туда. Хорошие доступные клиенты кончаются. Дальше либо ронять цену, либо работать с проблемами клиента. Переключайтесь на, то есть открывать другие ниши. Сейчас несколько информации по тому, что с этим делать. Во-первых, надо смотреть оптимистично. Мы предприниматели и нам нужно все держать в фокусе, прибыли в потолок, растем упреки общую фазу. Как это более детально звучит? Давайте обрежу небольшой пример, который клиентов компании Сергея Ивановича Макшанова рассказывает про этот кейс. В прошлом году это был рабочий кейс. Компания перешла от простой услуги к сложной услуге и потом к интеграции. То есть они доставляли инструменты и расходные материалы на производство. После того, как конкуренция усиливается, цены летают, они продолжили «Слушайте, а что если мы будем вам не до забора доставлять эти материалы, а прям в каждый цех заносить распределенным столько, сколько кому что нужно». Следующим шагом они автоматизировали это и установили вендинговые аппараты. Не с кофе с шоколадками, а с запчастями с расходами материалов. И теперь человек не заказывает это там. То есть он фактически вендинговый аппарат выдает информацию о том, что заканчивается, что надо добавить, то есть логистика улучшилась. И поэтому следующий шаг это управление логистикой поставки. И они взяли ее на аутсорс. Потом они предложили больше. Хорошо, теперь мы спецы по логистике, мы спецы по поставке оперативной. Давайте вам еще экспертизу дадим, как ваши сотрудники по-разному пользуются инструментарием. То есть они расходуют больше, другие меньше. Уже появляется некая аналитика того, как это сделать. Просто реальный кейс компании АРП пробов. Генерация дальше экспертизы возвращаемых инструментов, генерация улучшений инноваций в спео-клиентах, то есть они увидели этот момент. И дальше подоставляют дополнительные услуги. Экспертиза технических решений, обучение рабочих мастеров, как пользоваться инструментом, чтобы он дольше служил и так далее. И это все дополнительные услуги, они платят и берут дополнительные деньги. Я подумал, вот видите, от простой услуги к сложной, а потом интегрированной системе. Я подумал, а что мешает нам, например, нашим канцтоварам, которые продают канцтовары, также взять и доставлять установить аналитику по своим товарам. Ничего, потому что конкуренция растет. Итак, я подумал, проконцтоварю, но так можно посмотреть и проработать разные бизнесы. Доставка цветов, я не знаю, какие у вас бизнесы, то есть можно генерировать идеи. Просто нельзя закрываться и говорить, что вот это невозможно, надо просто смотреть, что можно сделать. Для этого мозговые штурмы, стратегические сессии, общение и так далее. То есть вот это один из таких примеров. И таким образом, технологические цепочки и подставки перешли к некой такой экосистеме, где завязаны. То есть они дают обратную связь, аналитику, дополнительные какие-то услуги появились и на этом они зарабатывают. Это один из таких моментов, которые можно сделать, воплотить. Я думаю, что в вашем бизнесе тоже что-то можно придумать. И важно, что компания меняет не только бизнес-процесс, а меняет бизнес-модель. Вообще бизнес-модель. То есть она трансформируется, она становится другой. И это то, что сейчас нужно, чтобы конкурировать с другими своими аналогичными компаниями на рынке. Они остаются такими же, а те, кто пришел сюда, вы сейчас будете готовы эту модель, она у вас в голове зародится. Пройдет полгода, год, три года, я не знаю сколько, до какого-то момента, и вы потом сможете подумать, а почему не добавить новую сумму, которая может изменить модель компании. Действия направлены на усиление конкурентных преимуществ. Еще несколько рекомендаций. Обеспечение, то есть я про диджитализацию. Все вот эти страшные слова, ERP-система это система управления предприятием, CVM, взаимоотношения с клиентами, MRP это управление материалом.